человек есть имущество что мы хотим имущество чем больше тем лучше меньше хуже надо зарабатывать приобретать имущество думали мы об этом он говорит послушайте нужно задуматься снова человек который живет сам по себе нет у него никого кроме него самого ничего не интересует то и вопроса не стоит человек понимает что есть творец и он творение его из цель и у него есть имущество предлагается нам задуматься об этом и сделать отчет перед самим собой в чем он должен задуматься о том каким образом она приобретена и на что она тратится тратит ли он его на исполнение своих обязанностей перед творцом и перед людьми как он это он обязан делать и пусть не считает его находящимся в своем безусловно распоряжении и знает что она у него словно вещь данная ему на ответственное хранение которое будет оставаться у него все время как этого желает варит а потом будет отдана другому когда он того пожелает человеку делает усилие его согласно что ему положено он получает если мы бы задумались понимали о том что то что нам полагается мы получаем только нужно делать ли придется массе на горит каким образом приобретено теперь наш это первое то есть что мы понимали о том что все что спускается к нам это не результат нашего усилия усилия которые мы делаем они только позволяют этим средствам быть полученным нами слышите какая колоссальная разница теперь это первое второе на что они тратится все деньги есть давай теперь если есть деньги тратить если любят тратить хотят хранить 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 но в любом заново перед смертью хотя бы потрат хотя из которой это не делает но мы о них не говори люди хотят тратить основном теперь куда на что они тратят тратят ли они на и на он его на исполнение своих обязанностей перед творцом перед людьми как это обязан сделать то есть есть вещи которые мы мы мне обязательно все свои деньги которые заработали сейчас все думают, а, да, значит, труд, значит, сдака, пожертвования, туда-сюда. Нет, нет, имеется в виду. Имеется в виду разумное распределение своего, своих доходов, чтобы семье хватило, жене хватило, когда нужно для того, что ей необходимо. Если подумать правильно, как расставлять это по ТОР, у нас под другой бюджет будет, такое распределение бюджета будет. Нет такое, как правило, мы видим в семье. Поэтому нужно подумать, как это необходимо сделать теперь. И плюс, снова понимать, что нужно, если человек зарабатывает, и зарплата постоянно, отделять десятину. Людям очень тяжело, кстати говоря, очень тяжело. И чем больше зарплата, тем больше десятина. Тем больше десятина. Тем тяжелее ее вытащить из кармана. Выясняется, что люди бедные с готовностью дают десятину. А вот люди богатые, которые заработал миллион, я хочу увидеть этого богача, который такой, знаете, с легкостью, от этого миллиона, как в русский говорят, отстегнет сколько? Сто тысяч. Что? Сто тысяч? А потом спрашивают, почему люди богатые, которые дают так много, вдруг они разорились? Ну, где правосудие, правосудие всевышленные, смотрите, сколько они давали. Когда пришли, было и было такое, всего лишь сколько, 7-8 лет, когда был это Маполит, когда это было. Пришли к Рафштейну с этим вопросом, как может быть, смотрите, люди щедрые, которые давали пожертвования, меценаты, смотрите, они разорились, как может быть, на тору давали. Он не побоялся их спросить, вы давали десятину? Точно 10% и все глаза опустили. Стало все ясно, больше вопросов не было. Это надо знать, что то, что необходимо давать. Кто хочет больше, кто может, и так далее. Сердце, действительно, от всего сердца, это не за счет своей семьи, может даже больше дать до четверти, но не больше. Ситуация, когда одна женщина хотела пожертвовать все свое имущество Ишиве, Рошу Ишиве не взял. Хотя они были в страшной ночь, где-то могло бы спасти их. Он говорит, ни в коем случае. Потому что она, в момент, когда она все даст, во-первых, она будет сожалеть об этом. Она потеряет свои заслуги в небесах за все это. Жалко. Во-вторых, это не так, это не поторить. Нельзя это делать. Это отдельный вопрос. Дальше он говорит. И пусть не считает его находящимися в своем безусловном распоряжении, и знает, что оно у него словно вещь, которая дана ему на ответственность на хранение, которая будет оставаться у него все время, пока того желает твориться, потом будет отдана другим людям, если он этого пожелает. Теперь слушайте, что сейчас говорится. Если мы ухватились за свое имущество, за свои деньги, мое, все представьте, что мне нужно дать десятину, ну, это еще какое-то ощущение, надо сказать, это хоть какая-то пища для своего высокомерия, это еще и готовы это дать. Да, я даю, да. А если вдруг у него забирают, слышите, насильно, или обдурили, да-да, обдурили, и забрали, или по глупости потерял, или еще что-либо произошло, или разошел, потерял имущество, разорился. Теперь, что происходит с человеком? Знаете, что люди делают? Есть, которые прыгают с башни, как было, так сказать, кончают с собой, там, сходят с ума, а что только не происходит. Это не человек, который живет жизнью Торы. Кто живет жизнью Торы? Сколько он не зарабатывает? Он знает, что деньги есть, отлично, хорошо. У меня какие-то заслуги есть. Но они не мои деньги. Деньги не мои. Они даются мне условно, они даются мне, как вещь, которые даются мне распоряжение, на хранение. И ответственные только за них, распорядиться ими правильно. Вот это самый лучший взгляд, самый здоровый взгляд на деньги, которые мы так любим. эти деньги, он говорит, будут оставаться у него то время, пока того желает Творец, а потом будет отдано другому, когда он его пожалеет. Что чувствует человека, когда его обдурили? Мошенники. Туда-сюда, я знаю, это сказать, уговорили человека вложить в очень прибыльное дело прибыль до 80%, чуть ли не там, 100%, 200%. Да вы что? Показали ему картинки, показали все, 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 все. Где счет? Надо только сюда перевести. Жена, мы скоро будем миллионерами, перевел. То, ждет день, ну, сейчас должен быть отчет, да, что-то нету, второй день, третий, звонит, он не отвечает. Что вообще? Через неделю сердце начало, стал выяснять вообще, ни следов, никого, не вообще, все, исчезли, все деньги пропали. Какое ощущение? Ваа, что и натворил? И дальше пошло, по-видимому, согласно культуре этого человека, набор слов, что он думает об этих людях, о себе, о другом, а вообще все черно-черно, это просто кошмар. Так может быть, думать только человек и вести себя далекий от Тории. Человек, который, который, который живет по Тории, у него ущипнет сердце. Почему? Я царара работает. Он говорит, что он скажет? Ну, что делать? Это я, 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 я еще не ангел. Действительно мне жаль. Во-первых, действительно о своей глупости, что я попался в этот капкан. О том, что есть такие нечестные люди, которые есть. Но, по большому счету, он не, депрессии у него не начнется, и это не сбьет его с толку вообще. Все, жаль, что недостаточно говорил спасибо, когда у меня это было. Отобрали, ну, все это, значит, отобрали, отобрали. Разорился, ну, так разорился, так сказать, это, а почему, то, когда я был богатый, я не ценил достаточной степени, все приписывал себе. Как только разорился, сразу вспомнил Бога. А когда было, его вспоминал, я, я, что я. если он тебя разорил, он тебе, который давал, надо было говорить спасибо до того, как. Теперь слушайте самое, вот смотрите, теперь что он говорит, вот тут же, мы забегая вперед, оказывается, вот прям эти слова, автора сказано очень ясно, надо их тут озвучить. И когда хозяин имущества обдумает все это, он не будет бояться ущерба, который может быть причинен ему, добру. Есть люди, которые живут с пьясным страхом, то ли отберут, то ли, то ли, то ли что-то случится, то ли развалится, то ли, то ли, они боятся очень потерять все, что они приобрели. Верно? Трудом своим, все, все верно, все, все, Боятся их, все, приклеиваются к этим. Спросить людей, снова люди религиозные, предположим, да, вы верите, что есть грядущий мир, и мир этот временный, что тут к нему прилипает? Да, конечно, но, и не хотим расставаться, приклеены к нашему имуществу, боимся ущербов, боимся ущербов, не дай Бог, даже что-то простое, там, окно разбили, или там, что-то, что-то там, я знаю, краник не работает. Все. Кто живет жизнью Торы, не будет бояться ущерба, который может быть причинен ему добру. Пока оно остается у него, он благодарит Творца и восхваляет его за это. А когда оно уходит от него, принимает этот приговор с желанием и готовностью. Ага, 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 слышите? С желанием и готовностью. Отобрали. Сядут нормально. Разбили окно. Ну, по-видимому, долго, чересчур время, чересчур долго оно было целое. В принципе, на какое нормальное состояние окна? Разбитое. Почему? Потому что стекло такое, знаете, очень такое, бьется быстро и легко. Поэтому тот факт, что оно так долго вообще не разбилось, это тоже как-то... Спасибо, надо было сказать. За все. За все человек должен говорить до того, как спасибо, когда у него это есть. Мы это не ценим. Все, что у нас есть, в кармане, все. Это уже мое. Это я. Это уже не ценится. Как только забрали. А-а-а! Нет, нужно что делать. До того, как говорит спасибо и всегда знает, что это не мое. А так как это не мое, то я никогда не буду бояться ущерба, который будет мне причинен. И не покажется ему трудным пользоваться своим имуществом, тратить его на служение Богу Плословенному, творить добро посредством его, возвращать доверенное ему, возмещать несправедливо отнятое. Слышите? А-а-а! Как здорово! Это не мое. Сколько людей спрашивают, им так тяжело дать, я не говорю десятину, 10% это может быть сумма, тяжело, да-да, мне не хватает. ЦДК! Сколько ЦДК пожертвования у нас? Пол шекеля. Наша сейчас пол шекеля, как бы минимум сейчас как-то уже, дать 10 огород, это неприлично. Пол шекеля, сколько от вас хотят? Что я буду каждому давать, кто протягивает? Да он наверняка богатый, или он там наверняка, так сказать, обманщик, сколько у нас нету, сколько у нас есть оправданий тому, чтобы ему не давать. Почему нам так тяжело давать? Мое, понимаете? Мое, не хочу. На самом деле, по-простому, мое, не хочу никому давать. Все, я заработал. Это мое дело, кому я даю, кому не даю, не хочу, идите отсюда, не мешайте мне. Столько воронского человека чувствует, что это его, ему очень тяжело дать. Надо что-то сделать, усилие надо идти, что-то преодолеть, для того, чтобы дать пол шекеля человеку, который протянул руку. Вы же даете не для него. Мы уже много раз говорили, митцва, пожертвования, дзадаки, она не для того, кто принимает. У него свои счета с Богом. Оно призвано исправить нашу душу. Оно призвано вытащить из нас это чувство обладания, которое невозможно отделаться от него. Поэтому, если есть выбор между дать одному человеку тысячу рублей, тысячу долларов, я не знаю, или тысячу людям по одному доллару, ну, спросите любого человека, каждый скажет, конечно же, надо дать тысячу долларов одному человеку, хотя бы одному будет пользу, какая польза нам? Какой пользу этим тысячам людям от одного доллара? Ответ, который у нас есть, как раз наоборот. Нужно дать тысячу людям по одному доллару. Почему? Это не связано с людьми, связано с вами. Если человек сам даст раздаст этому, 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 тысячу раз по одному доллару, он станет щедрее, добрее, он преодолеет в себе вот это жуткое качество мое, вот это обладание своего эгоизма, который ему принадлежит. ему не покажется трудным дать другим людям. И не на служение. То есть, например, там, надо купить этот рог. Ходят по всему рынку, ищут самые подешевле. Именно там, где нужно, там не нужно подороже. Нет, самые дешевые. Как только дошло, как только пошел себе покупать носки, босоножки, я уже не говорю про это вообще, там, ну, там, подороже, там. Как только касается какого-то хефцей шамай, то есть, то, что принадлежат небесам, нет, тут это, тяжело, тяжело. Игорь Негода.